Илья Счелобаев. Сравнение по истории России. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ. Ссылка на книгу в описании под видео. Две звезды. Общие. Русско-турецкая война 68-74 и русско-турецкая война 87-91. Тезис. Оба военных конфликта продемонстрировали талант русских полководцев. Обоснование. Русско-турецкая война 68-74 дала блестящие победы на сухопутном театре военных действий. Например, румянцев разбил турок вбитый при Эларгии 70-й и вбитый при Кагуле 70-й. После победы при Кагуле румянцев стал фельдмаршалом, поскольку одержал победу над противником, который в 10 раз превосходил по численности его армии. Генерал Суворов взял крепость Портукаев, причем без ведома начальства, за что его хотели наказать, но Екатерина II сказала, победителей не судят, и наказание отменили. Русско-турецкая война 87-91 также дала блестящие победы на сухопутном театре военных действий. Например, генерал Суворов разбил турок вбитый при Кенбурне, вбитый при Факшанах, вбитый при Рымнике 87-89-89 соответственно. Также Суворов захватил крепость Измаил в 90-м. Суворов предъявил туркам ультиматум о сдаче 24 часа на размышления воля. Первые выстрелы неволя, штурм, смерть. Ответ турецкого главнокомандующего. Скорее Дунай потечет вспять, и небо упадет на землю, чем сдался Измаил. Крепость Измаил была взята штурмом. Второй аргумент. Русско-турецкая война 68-74 дала блестящие победы на морском театре военных действий. Например, русский флот графа Орлова и адмирала Спиридова уничтожил турецкий флот в Часминском морском бою в 70-м году. Русско-турецкая война 87-91 годов также дала блестящие победы на морском театре военных действий. Например, адмирал Ушаков разбил турецкий флот в морском бою у мыса Тендра в 90-м году и в морском бою у мыса Калиакрия в 91-м. Ляс Челобаев. Сравнение по истории России. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ. Ссылка на книгу в описании под видео.